Добрый день, добрый выходной день, друзья. Рада приветствовать полная вебинарная комната. Это действительно приятно. Ты понимаешь то, что много новичков и люди хотят обучаться. Друзья мои, поставьте, пожалуйста, любые обознавательные знаки, плюсики, единички, как вам удобно, чтобы я поняла, что меня хорошо слышно. Жду. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. Знакомые лица, вас всегда много, вы молодцы большие. На самом деле сегодня у нас будет очень интересная с вами тема, и эта тема для каждого из вас важна, особенно в сегодняшних реалиях. Почему? Объясню. Мы все понимаем, с чего стартовать. Мы все прошли с вами первые три основных тренинга. Это золотой список, это дубликация сила промоушена. Эти три части вы можете найти на нашем канале в YouTube, в плейлисте тренинги, да, и использовать их для своих новичков. Но мы продолжаем эту серию, и когда вы умеете составлять списки, когда вы уже сделали это, когда вы уже с ними работаете, когда вы знаете, что такое дубликация, когда вы знаете, что наш бизнес, сама система построена на дубликации, когда вы знаете, умеете, как правильно делать промоушен всему, да, потому что нужно стать профессионалом в промоушене, и тогда вы будете профессионалом в нашем бизнесе. Но приходит момент, когда вы сталкиваетесь с тем, что вам нужно провести встречу. И не важно, что сегодня мы находимся в новых реалиях, в реалиях интернета полностью фактически, то есть нам приходится эти встречи делать не, скажем так, вживую, лицо в лицо, тет-а-тет, а эти встречи нам зачастую приходится делать именно по телефону, используя все возможные мессенджеры, то, конечно же, не все знают, как правильно это делать, не все знают, как правильно подходить. И скажу вам честно, наверное, единицы, и я заметила, именно те люди, которые прошли все тренинги, они четко делают правильно, и у них стопроцентные результаты. Поэтому сегодня мы будем говорить на тему правила эффективного рандеву. На самом деле рандеву – это такое понятие растяжимое, можно его понимать по-разному, но если перевести, скажем так, из теории понимание этого слова, определение, то это заранее обусловленная встреча. И неважно, где эта встреча происходит – в интернете, в сети, да, или она происходит на земле. В любом случае, каждый понимает, что эта встреча для многих – это ожидание и надежда. Да, я буду комментировать на слайдах очень много информации. Я когда села делать слайды, я, честно говоря, поразилась тому, насколько много здесь фишечек и интересных инструментов. Поэтому я постаралась на слайдах изложить все, чтобы вы могли потом это использовать. Если я что-то не скажу, вы сможете это прочитать. В любом случае нужно понимать, что мы ждем от этой встречи и что люди ждут от этой встречи. Потому что на самом деле эта встреча – это неотъемлемая часть нашего бизнеса. И в сетевом маркетинге без этого вы никак не обойдетесь. Владеть искусством рандеву – это, конечно, очень важно. И важно это делать в совершенстве. Знаете, я очень часто произношу в последнее время эту фразу. Вы можете всему что угодно научиться и считать, что вы очень много знаете. Но дайте себе время. Очень многие люди прибегают в этот бизнес и хотят сразу рвануть с первого дня. Да, это получается. Тихо радуйтесь результатам, которые у вас получаются и двигайтесь дальше. Потому что каждый из нас должен дать себе минимум 10 тысяч часов. 10 тысяч часов – это тот промежуток времени, который позволит вам стать профессионалом во всем. В любом моменте, который мы с вами оговариваем в сетевом маркетинге, чтобы стать профессионалом, нужно 10 тысяч часов. Если вы посчитаете со временем на сон, если его не будем учитывать, то это два года. Не зря говорят, что в сетевом маркетинге дайте себе 2-3 года. Но относитесь к этому профессионально. Относитесь к этому с душой. Как мне сказал Сергей Сергеевич, когда мы начинали, поставь себе как шора и никуда не смотри год. С утра до вечера как на работе. И ты посмотришь, и результат не заставит себя ждать. Поэтому необходимо обладеть этим искусством. На самом деле здесь ничего сложного, потому что в первую очередь нужно понимать, что что бы вы ни делали, это должно быть искренне. Вообще, на самом деле, любая встреча, 93% это презентация вас самих. Это ваша история и ваша уверенность в том, что вы делаете. Обратите на это внимание, 93% успеха зависит от вас, от того человека, который будет проводить эту встречу. И насколько правильно вы будете все делать. Не бойтесь ошибаться. Ошибки бывают у каждого. Но когда вы говорите искренне, любой честностью и улыбкой, можно нейтрализовать любую вашу ошибку. Запомните это. А успех самой встречи зависит 7% от того, что вы говорите. 38% от того, как вы говорите. То есть это тон голоса, это интонация, это ритм. Обратите внимание, есть такая фраза. Не важно, что вы сказали, важно, как вы сказали. Вот это именно о том. И 55% это язык вашего тела. То есть нужно понимать, что очень часто люди своим всем видом, своим внешним, внешней составляющей, там кто-то руками размахивает, кто-то там. То есть есть очень много моментов. Именно язык тела очень важен. Если вам будет интересно, просто прочитайте или просмотрите пару лекций. И какие-то моменты вы в себе исправите, если вы найдете. Но я уверена, что многие из вас уже с этим сталкивались и понимают, о чем я говорю. Ну что ж, переходим к тренингу. Переходим к подготовке к рандеву. Опять же, отметьте, что рандеву мы сегодня, в сегодняшних реалиях, называем любую встречу. Будь то на земле, будь то в интернете или по мессенджеру. Я большую часть времени общаюсь в WhatsApp, в Viber, по телефону, если это по Молдове. То есть это все происходит. И сегодня есть в этой вебинарной комнате потрясающие люди, которые делают все по правилам и даже меня исправляют. Я таким благодарна, потому что на самом деле ничего сложного нет. Итак, подготовка. Первую встречу нужно для чего провести? Первый разговор, встреча для того, чтобы человеку было легче открыться. То есть мы, в принципе, не делаем первую встречу для того, чтобы сделать контракт. Первая встреча, первый разговор, мы понимаем, что происходит с человеком, что ему нужно. Вот это очень важно. Первая встреча фактически иногда, и первый разговор делается для того, чтобы состоялась вторая. Я так называю, да? То есть первую встречу, первое – это приглашение. Приглашение должно быть таким образом составлено, чтобы человек понимал, о чем будет идти речь. Если мы говорим о продукте, значит о продукте. Но в большинстве случаев мы делаем эти трехсторонние звонки, как мы их называем, именно для того, чтобы человек узнал, как зарабатывать деньги. И он должен понимать, ваш новичок, который придет на встречу или будет разговаривать с вашим спонсором, он должен понимать, о чем будет идти речь. То есть не нужно вводить в заблуждение, рассказывать, а давай ты пообщаешься, тут такая женщина приехала, вообще она тебе может что-нибудь расскажет. Нет, все должно быть профессионально. Следующий момент важный в подготовке – это инструменты. Ну, смотрите, если мы говорим о внешнем виде, да, мы говорим о какой-то встрече на земле, скажем, да, встрече. Но здесь есть один завуалированный момент. Когда вы приглашаете даже по телефону на встречу со своим спонсором, называете имя и фамилию, не забывайте, что большинство людей что делают? Я так делаю. Заходят в интернет и по поиску, либо в Фейсбуке, либо в Одноклассниках, либо в ВКонтакте, либо в Инстаграме, ищут этого человека, про которого так красиво рассказывают. И смотрят на что? На внешний вид, на то, на пятое, десятое, понимаете? То есть если не в личной встрече, то всегда можно увидеть. Или фотография. Обратите внимание, аватарки ваши в телефоне, да, в мессенджерах, в том же Ватсапе, в Вайбере. Обратите внимание. Я когда вижу, что там указана фотография, фотография крема какого-то, да, или еще, то есть о чем это говорит? Обработайте, пожалуйста, свои данные. Если вы выступаете как спонсор, или даже как приглашающая сторона, обратите внимание, мы вышли в интернет, и сегодня оценка нас идет по тому, что люди видят в соцсетях, что люди видят на аватарках. Это просто критически важно. Я надеюсь, вы меня сейчас услышали. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы понимаете, о чем я говорю. Так. Жду. Согласны, да? Поэтому сегодня выполните это задание. Проверьте, пожалуйста, ваши фотографии на аватарках. Это очень важно. Дальше. Вы должны понимать, где проходить будет встреча. И смотрите, опять же, я провожу аналогию. Когда мы выбираем место встречи, это на земле, это одно. Когда это в интернете, вы должны правильно договориться с вашим потенциальным клиентом или партнером, чтобы ему было комфортно. Представьте себе, вы назначаете встречу, вы говорите с человеком по телефону, у него кричат дети, его кто-то отвлекает. То есть вам нужно очень четко понимать, где это будет проходить, чтобы человек не отвлекался. Четвертый момент. Однозначно нужно, если это на земле, то на встречу прийти пораньше, потому что человек, который к вам придет на встречу, вы инициатор, вы должны выбрать удобное место с вашей точки зрения. И для него место подобрать такое, чтобы он не отвлекался. Ни в окно не смотрел, ни на толпу, проходящую рядом. То есть эти вещи нужно учесть. Это если мы говорим на земле. Если это в интернете, то вы понимаете, что нужно заранее говорить время, когда человек может отвлечься, и никто его не будет внимания забирать. Итак, подготовка. Роль спонсора. Если вы помните, мы очень часто говорим о трехстороннем звонке, о промоушене-спонсору. Вот сейчас именно тот момент и пришел. Теперь вы должны понять, для чего это нужно и где это нужно использовать. Хотя промоушен всему мы делаем всегда. Но в данном случае это более чем. Спонсор просто необходим во время проведения встреч. Почему? Когда человек, новичок, приходит в бизнес, то что он делает? В первую очередь он предлагает приглашать в бизнес кого? Родственников, знакомых, друзей. То есть свое теплое окружение, близкое. И что происходит? Этот человек, новичок, он для своих родных и близких, он остается тем же братом, сыном, отцом, коллегой, одноклассником. То есть он остается тем же. И они его абсолютно не воспринимают как бизнесмен. Особенно если профессия его предыдущая критичным образом отличается. Понимаете, о чем я, да? И поэтому мы подключаем спонсора во всех случаях. Потому что спонсора слушают более внимательно. Так как этот человек не знаком для них. Что нужно для того, чтобы был результат? И чтобы слушали еще лучше. И чтобы прислушивали самое главное. Для этого необходимо сделать промоушен спонсоров. Очень многие из новичков не умеют этого делать. Друзья мои, на самом деле, когда вы рассказываете про кого-то из своих друзей, с кем вы хотите. Вот вы идете на какую-то тусовку, на какую-то вечеринку. И вы берете с собой кого-то из своих друзей. Что вы делаете? Вот мне интересно. Я уверена, что каждый из вас, когда договаривается, что я приду, к примеру, не один. Или я с тобой возьму друзей. Вы же рассказываете про этих людей. Но я уверена, что вы рассказываете в самом лучшем свете. Что этот такой, у него такой бизнес, он занимается этим. Да вообще, он классно играет на гитаре. Вот то же самое и здесь. Вам необходимо сделать промоушен. Рассказать об этом человеке, о вашем спонсоре. Представить его в наилучшем свете. Подчеркнуть все профессиональные качества. Я уверена, что даже если ваш спонсор, тот человек, который будет закрывать сделку, тот, который будет давать информацию, даже на один день раньше пришел, все равно вам есть за что этого человека похвалить и найти у него те стороны положительные, которые человек может использовать для того, чтобы провести встречу. Что это позволяет? Промоушен помогает вызвать уважение у гостя, к этому человеку, к спонсору, да? И это приведет к тому, что человек будет внимательнее слушать информацию. Согласны? Дальше. Ну вот мы пришли к месту проведения. Конечно, я не могу этого не пройти, потому что для вас это на самом деле важно. Сегодня мы находимся в интернете, завтра мы все равно выйдем, да? То есть мы все равно выйдем на улицу, мы все равно будем проводить встречи на земле, рано или поздно это произойдет. Поэтому вы должны знать, что есть несколько вариантов. Есть вариант офис. Мы с вами быстренько это разберем. Офис имеет свои преимущества, свои недоставки. С одной стороны, это деловая обстановка, да? То есть это возможность показать условия работы, как мы работаем, насколько это круто. Сколько было случаев, когда приглашали на какие-то презентации, презентации проходили непонятно в каких там, то в библиотеке, то еще где-то, в общем, каких-то старых запуск помещениях. И это, конечно, говорит о том, что бизнес несерьезный. У нас сегодня региональные центры обслуживания все оборудованы. Любой человек, который придет, он может понимать уровень компании. Поэтому это классно. С другой стороны, иногда вот такая деловая атмосфера, она может давить на человека. И еще один момент, что касается офисов. В большинстве случаев этот вариант неприемлем для сетевиков из других компаний. Они в офис не придут. Это очень большая редкость, когда кто-то соглашает. Пожалуйста, отметьте себе. Второй вариант – это кухня. Как мы любим говорить, кухня или дома. Дома встреча. Но, с одной стороны, это расслабляющая атмосфера. И нельзя говорят, что MLM-бизнес от истоков, он пошел как бизнес на кухне. Поэтому это тоже возможно. Но пропадает деловой уровень. И человек не сразу понимает, насколько это серьезно. Если люди занимаются бизнесом, где им нужно просто что-то продать, то продать можно на кухне. Если мы говорим о международном бизнесе, о международной научно-производственной компании, то на кухне, конечно, этот бизнес делать не так легко. Здесь, я думаю, вам понятно. Следующий вариант – это кафе. Очень многие его используют. Особенно те, которые не могут прийти по каким-то причинам. Далеко офис находится. И комфортнее провести. Конечно, это затратный вариант, потому что все понимают, что каждую встречу в кафе проводить, не каждому новичку – это по силу. Но нужно понимать, что плюс здесь – это нейтральная обстановка. То есть человек в любой момент может, кстати, уйти. Нет проблем. Никто его не напрягает ни офисом, ни домашней какой-то обстановкой. То есть нет вот этих крайностей. Но с другой стороны, есть внешние факторы. Потому что кафе есть кафе. И внешних факторов там действительно много. Очень много народу. И иногда люди даже говорят такую фразу, особенно гости, которые приходят. Неужели у них такая несерьезная компания, что они даже не могут себе снять опыт? Но к чему я все это говорю? Всем вы никогда не угодите. Поэтому единственный вывод – выбирайте место для рандеву в соответствии со своими ощущениями, где вам комфортнее. А сейчас я могу с уверенностью сказать, что у нас сейчас вообще, знаете, выбор без выбора. То есть мы работаем в интернете, мы работаем на телефоне. И для того, чтобы провести встречу или ответить на звонки, вам не нужно приводить себя в порядок, выходить в город, тратить время на дорогу. То, что вы могли сделать раньше, одну единицу в день, сейчас вы можете спокойно сделать пять единиц. То есть по времени вам позволяет намного больше делать сейчас, чем до этого. И сейчас я понимаю, как мы работали раньше. Сейчас мне не хватает времени. Полдвенадцатого, в двенадцать я еще могу какие-то переговоры проводить вечера. В шесть утра, в полседьмого, иногда в полшестого я уже на ногах переписываюсь с теми, у кого время отличается от нас. Понимаете? То есть сейчас мы можем по максимуму использовать и не бояться интернета. Раньше слово «Уйти в интернет» или «Работать через интернет» для многих было страшно. Сейчас это не страшно. Это очень легко, и мы легко это осваиваем. Идем дальше. Часть вторая. Вот сейчас мы пройдем с вами девять шагов эффективного рандеву. Что это за девять шагов? В них ничего сложного нет. Нужно просто понимать поэтапно, как нам нужно провести эту встречу, чтобы она была эффективной. Что для этого нужно? Первое. Первый шаг – это дистрибьютор делает, то есть дистрибьютор, партнер, делает промоушен своему спонсору, рассказывает о его заслугах, достижениях, как он познакомился. То есть все самые положительные стороны. И теперь слушайте внимательно, пожалуйста, это очень важно. У меня есть много новичков, которые делают правильно, и я получаю кайф от того, когда они это делают. Сама осознавая, что я раньше делала ошибки, и сама понимая, насколько они правильно делают. Второй шаг – дистрибьютор замолкает, открывает свой блокнотик и просто делает себе конспекты. Он слушает, что говорит спонсор. И ближайшие 30 минут, 20 минут, сколько займет времени, он не мешает своему спонсору никаких подсказок, никаких дополнений, никаких там своих, что вспомнил. Этого быть просто не должно. Понимаете? И когда я буквально на днях проводила, накануне такой встречи, я разговаривала с одним нашим партнером и говорю этой женщине, я говорю, ну, если хотите, можете дать мой номер телефона, я пообщаюсь с человеком. И тут я услышала фразу, она говорит, как, разве не троем? Как, а я? И вы знаете, тогда я поняла одну вещь, что я сама начинаю делать ошибки. Что такое, когда встреча троем? Осознайте, насколько это классно. Во-первых, новичок все слышит. И ему не нужно будет пересказывать ваш разговор с новым человеком. Во-вторых, он учится, новичок. То есть тот, который приглашает, он учится на первом этапе, потому что ему дальше нужно будет проводить эти встречи. Понимаете? А в-третьих, его гость, спонсора, тет-а-тет, не обманет. Потому что он понимает, что друг его слышит, тот, кто его пригласил. Вы понимаете, сколько здесь психологических моментов, которые говорят о том, что встречу нужно проводить. И смотрите, сейчас WhatsApp, Viber, они позволяют и два, и три, и четыре человека подключить. Понимаете? То есть вы можете спокойно поговорить с человеком, добавить спонсора в разговор, и спонсор ответит на все вопросы. Неужели не круто? Это бизнес, который может делать любой человек, даже тот, который только пришел и вообще ничего не понимает. Проще всего сказать своему знакомому, я пришел, я зарегистрировался, мне здесь все нравится, здесь есть деньги, ответить на вопросы не могу, извини. Давай подключу человека, и он тебе на все вопросы ответит. Готовься. Вот и все. Идем дальше. Шаг третий. Кстати, один из самых важных во время рандеву. Иногда есть такой момент, когда те спонсоры, которые тоже новички, может быть, не все хорошо знают. Это, кстати, тренинг не только для тех, кто еще только пришел в бизнес, это для всех, включая спонсоров, которые проводить будут эти встречи. Нужно понимать одно, что встреча начинается с того, что вы задаете вопросы. Это идет знакомство. И что происходит? Первое, это вы пытаетесь узнать о человеке, потому что то, что вам расскажет, кто приглашал, да, новичок ваш, это одно. Но зачастую не всегда новичок может передать всю информацию вам о гости. Поэтому задайте ему вопросы. Вы должны выявить, насколько он амбициозен, сколько он хочет зарабатывать, какая у него мечта, какие цели. И вы знаете, такие интересные моменты проявляются в ходе встречи, когда у вас появляются общие интересы. И перед тем, как перейти к бизнесу, перед тем, как перейти к каким-нибудь другим моментам в отношении компании, вам сначала нужно наладить теплый контакт. То есть перейти из этого холодного контакта в теплые отношения. Когда вы начинаете с человеком говорить на одном языке, например, у меня нет времени совершенно, вот дети, сейчас все в онлайн перешло, я сижу с ними делаю уроки, целый день это занимает. Я говорю, что у вас то же самое, и я точно так же пересказываю, как у меня дочка сейчас сидит онлайн. Я говорю, в какой программе, где вы, где вы в зуме, где общаетесь, где делаете. И вот начинается такой контакт, когда люди понимают, что перед ним никто-то там непонятно кто, а живой человек, у которого такие же чайни, веяния, которые тоже имеют свои какие-то... Либо сложности, либо приключения, да, по-разному можно назвать. И самая главная цель этого – разговорить человека и показать ему, что его мнение, его позиция, его видение для нас тоже очень важна. И только после этого вы переходите к четвертому шагу. Четвертый шаг – самый главный. Самый главный, мы с самого начала с вами об этом говорили. Четвертый шаг говорит о вашей истории. Много раз я своим новичкам говорила, и сейчас я повторюсь, те, кто еще этого не делал, пожалуйста, сделайте. Вот как сегодня вы сделаете, вы аватарки свои поменяете, да, вот сегодня напишите свою историю, потому что эту историю вы будете на протяжении всего бизнеса использовать. Она будет обрастать разными новыми ситуациями, но нет ничего важнее и нужнее в нашем бизнесе, чем наша личная история. У каждого она должна быть, да. Что было до компании, чем вы занимались, как вас пригласили в этот бизнес, что изменилось после этого. Я очень часто на своих презентациях, когда провожу презентации, разговариваю с человеком, я высылаю свои фотографии. Или просто говорю, у вас есть Facebook? Есть. Найдите меня, пожалуйста, в Facebook. Вот Facebook обмануть не может, там невозможно поменять историю. Зайдите, пожалуйста, что было 4-5 лет назад. Посмотрите на фотографии, посмотрите на события, и вы поймете, да. Но вы все равно должны рассказать свою историю. Чем вы до этого занимались, почему вы пришли в этот бизнес, как вас пригласили. Это ваша личная история. Напишите ее сегодня, и эта история, как только вы ее напишите на бумаге, она у вас запечатлеется. И вы посмотрите, как при последующих встречах для вас это будет плод для спасения, да. То есть плод для утопающего. Вот посмотрите, это действительно очень важно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня сейчас услышали. Первое – аватарка. Второе – сейчас это личная история. Жду ваших плюсиков. Отлично. Спасибо, Светочка. Что ж, идем дальше. Еще один момент, действительно, я старалась все самое важное указывать. Самое главное правило – это стопроцентная честность и откровенность. Потому что сегодня все возможно проверить. И обмануть человека очень сложно. Но самое главное – на обмане наш бизнес не строится. Будьте искренними. Что бы ни было, какая бы ни была ваша история, она история. И эта история, знаете, придет время, когда вам даже не стыдно будет вспомнить, что бы там ни было. Но на этих историях строится наш бизнес. На историях успеха, в принципе, строится наш бизнес. Я не говорю сейчас про результаты по продукту. Это уже то, что касается, когда мы входим в бизнес, когда мы делимся друг с другом. Вначале – это история. Это ваша вечная история. Идем дальше. Шаг пятый. Здесь, когда вы уже рассказали свою историю, вы можете немножко рассказать о самой отрасли МЛМ. О том, чем она отличается от линейного бизнеса, от обычных магазинов, наш интернет-магазин. Это вы можете все услышать на нашей презентации ПВК. Есть специальные слайды, которые показывают отличия. Вы можете рассказать коротко о компании, о миссии компании, о перспективах, задачах. То есть я прекрасно понимаю, общаясь с президентом компании, когда он рассказывал, насколько очень интересно, какие у него планы, какие у него цели, как он видит компанию через 10, через 15, через 20 лет, где мы будем отдыхать на десятилетие, на пятнадцатилетие, на двадцатилетие компании. Понимаете? То есть вот эти очень вещи важны. И для человека любого, когда вы рассказываете о компании, для него важна стабильность. Стабильность того, что он приходит не в какую-то там компанию, которая сегодня есть, завтра ее не будет. Историю компании вы можете рассказать. Очень много полезной информации вы найдете, как на сайте фото и пел, где все наши путешествия, как в ютубе на официальном канале. Очень много видеороликов мотивирующих. И, конечно, плавно вы переходите к шестому шагу. Это продукции компании. Невозможно не говорить о продукте, потому что даже когда спрашивают, чем отличается ваша компания от пирамиды, ну, такие же вопросы у вас возникали 100%. И нужно понимать, да, отличается очень сильно. И здесь вы можете привести все моменты. Но самый основной момент – это продукт. Это продукт. Если у компании нет продукта или услуги, серьезной, да, то ни о чем говорить. У нас мало того, что серьезный продукт, нам есть о чем сказать. Нам есть сказать о том, что у нас продукт сертифицирован, что легально поставляется в 59 стран мира. Есть о чем. Но самое главное – покажите человеку преимущества. То есть вы даете человеку, видите, как у меня, если дома, да, вот у меня весь продукт нарезанный. Я даю человеку попробовать, да. Если вы находитесь на расстоянии, понятно, что это невозможно. Я тоже с этим столкнулась. На самом деле не очень удобно. Но мы стараемся как-то обыграть эти ситуации, где-то через кого-то что-то передать. Показать человеку выгоду этого продукта. Это тоже есть на наших слайдах ПВК. Пригласите человека впоследствии на презентацию, чтобы он послушал. Объясните, в чем разница, почему наш продукт отличается от БАДов, почему наш продукт отличается от медикаментов и вообще от всего, что есть на международном рынке. Покажите эту разницу, покажите удовольствие от того, что это вкусно, это удобно. И покажите выгоду. Но самое главное – обязательно расскажите о ценообразовании. Выгоду в ценообразовании в том, что человек получает при регистрации в компании, получает какую скидку. То есть он сможет покупать по ценам каким? Оптовым, да, не розничным, как обычно, а оптовым. То есть вот это все нужно проговорить. Хотите вы, не хотите вы, может быть, где-то вам неудобно, или вы не понимаете. Ваш спонсор это сделает. Он расскажет. Знаете, я заметила, когда я провожу встречу с совершенно незнакомым человеком, мне намного проще рассказывать, чем своему знакомому. Почему-то знакомым кажется, что мы, что они подумают, что мы собираемся им что-то впихнуть. А вот когда разговариваешь с чужим человеком, ты проговариваешь все то, что нужно проговорить. И самое главное – человеку это важно, это вам кажется, что я не знаю, мне неудобно. А человеку важна любая деталь. Поэтому обязательно эти моменты отметите для себя. После ценообразования, конечно, вы покажете о том, о полезности продукта и о том, почему выгодно наш продукт кушать. И дальше мы переходим к маркетинг-плану. Вот здесь прошу вас, вот просто прошу вас. Здесь есть правило. Не нужно никаких подробностей. Потому что очень часто начинают рисовать маркетинг, и человек буквально через минуту, он уже ничего не понимает, и для него это вообще не понятно. Если человек не находится на презентации, где подробно рассказывают о маркетинге, то, пожалуйста, в общих цифрах покажите преимущества маркетинг-плана. В сравнении с другими компаниями, если человек из другой компании. Или просто преимущества с обычной наемной работой. Покажите, какие у нас преимущества маркетинга. В чем класс, в чем щедрость, за что нам платят, сколько раз в месяц нам платят, что нам платят живыми деньгами. Преимуществ много. Просто вы для себя заранее эти преимущества, знаете, как у меня есть блокнотик. Я очень люблю блокнотики, знаете, с отрывными листиками, которые можно оторвать. И вот каждый раз на встречу я себе беру новый листик, и я записываю моменты, которые я не должна упустить. Они у меня всегда расписаны. И вот в маркетинге просто через запятую пару напоминающих слов, чтобы вы не забыли этого сказать. По телефону вас человек не видит. И вы можете спокойно смотреть блокнот и проговорить ему эти вещи. Правильно? Если вы меня сейчас услышали, поставьте единички. Ух, как нас много сегодня. Супер. Молодцы. Смотрите, друзья. Восьмой шаг – это, в принципе, уже ответы на вопросы гостя. Нам очень важно понять, что во время первого разговора не в агрессивной форме, не в каких-то там ответных вопросах. Очень-очень важно ответить на возражение, потому что любой человек, у него возникает что-то в голове. Но для того, чтобы понять, что, мы будем задавать ему вопросы. Как это выглядит? Мы рассмотрим чуть-чуть попозже в отношении возражений. А сейчас давайте перейдем к девятому шагу. Что такое девятый шаг? Это подведение гостя к мысли о необходимости следующей встречи. Помните, что я вам в самом начале сказала? Что эта встреча, она не для того, чтобы сделать контракт. Она для того, чтобы состоялась следующая встреча. Что это значит? Это значит, что вы подводите… Во-первых, сами помните о цели этой встречи, первой, этого разговора. Цель назначить следующую встречу. И о задаче. Что нужно посеять интерес в голове у новичка, у гостя. И заставить задуматься, а хочет ли человек жить дальше так, как он до этого жил. И вот когда вот эти семена посеяны, вы параллельно даете человеку информацию. То есть если мы вживую встречаемся, это наши каталоги. Вы видели, какие инструменты есть в компании. Вы можете зайти в свой бэк-офис. В разделе, где магазин. Выбрать инструменты. И в разделе инструменты заказать себе каталоги. То есть это доступно каждому, они не стоят больших денег, но вы заказываете себе, эти инструменты должны быть у вас. Вы когда передаете человеку продукт, вы можете кому-то подарить каталог, кому-то дать посмотреть каталог. Если мы говорим сейчас о работе в интернете, то все эти материалы у нас есть в виде слайдов, в виде видеороликов. И вы это можете отправить человеку, чтобы ему было о чем задуматься. Но договориться о следующей встрече. И когда человек, вы оговорили с ним вторую встречу, он уже ознакомится с дополнительной информацией, и у вас совершенно состоится другой разговор. Что дальше? Давайте подведем итог, пример. Первая стадия – это сбор информации. То есть вы знакомитесь с человеком, вы понимаете, чем он дышит, что он хочет, какие цели, мечты. То есть вы понимаете, примерно с кем вы разговариваете, какое образование, какие стремления. Вторая стадия – это ваше предложение. То есть вы рассказываете свою историю и говорите, чем вы занимаетесь. О компании, маркетинге, продукте и так далее. И третья стадия – это завершение рандеву. То есть завершение самого разговора. С тем самым, чтобы назначить следующую встречу. Что идет дальше? Во время этой же встречи у нас возникают, как мы с вами говорили, какие-то возражения. Те, о которых мы можем даже не знать. Человек вам говорит, да, мне все понравилось и все. То есть мы не знаем, что у человека в голове. Иногда сам человек, получив информацию, не может осознать, что его волнует. Поэтому в ходе этой встречи, этого разговора, вам нужно всегда чувствовать степень заинтересованности и задавать вопросы. К примеру, вот список вопросов. Что больше всего заинтересовало? То есть нужно понимать. Я иногда задаю два вопроса одинаковых. Первый – что больше всего заинтересовало? А второй – а что на самом деле самое-самое-самое, что больше всего понравилось, заинтересовало? И вот тут человек начинает из него выходить информация. И тогда он и сам начинает осознавать и сам начинает с вами обсуждать эти вопросы. Следующий вопрос – это примеры. Как бы вы хотели начать сотрудничество? Вы хотите стать профессионалом? Вы хотите это как серьезный бизнес или любительский, или просто потребителем? Понимаете ли вы разницу вообще, почему индустрия уэллнесс сейчас самая высокодоходная? То есть человек понял для себя или не понял, что такое компания? Почему это выгодно? Какие обороты, когда вы показываете разницу между обычным линейным бизнесом? Понравилась ли продукция компании? Вообще информация или есть какие-то вопросы? Как вы думаете, эта продукция нужна всем людям? То есть человек должен проговорить то, что вы ему сказали. Если он не проговорил, значит, он вас не услышал. И когда вы задаете вопрос, как вы думаете, нужна всем? Я не знаю. И тут вы начинаете отвечать человеку. Смотрите, нет противопоказаний, нет возрастных ограничений. И приводите примеры. То есть эти вещи проговариваются. Такое количество информации, которую человек иногда получает, очень сложно сразу. Оно потом вспоминается. И здесь вы как будто такие, знаете, как галочки ставите. То есть вы помогаете человеку это зафиксировать в памяти. Дальше вопрос. Вам понятно, как можно заработать деньги? И тут тоже возникает момент. Человек говорит, я не понимаю, вы очень много рассказали. А хотите, я вам расскажу, как заработать первую тысячу евро? Вот тут включается следующее. Человек говорит, да, хочу. Расскажите. Все, следующую галочку поставили. И пошло дальше. Понимаете, бизнес наш построен на стиле рычага. Что такое сила рычага, знаете? Нет, не знаю. Как вам комфортнее использовать 100% своих усилий, чтобы заработать деньги? Или все-таки лучше было бы эти усилия распределить на 100 человек? 1% на каждого. Как вы думаете, так интереснее было бы? Любой человек вам скажет, конечно же, да. И вот с этого все и начинается. Это и есть те ответы, вопросы, которые выявляют возражения. И дальше в ответах на эти вопросы вы можете почувствовать сомнение человека. Попробуйте понять эту причину. Потому что вам человек не каждый раз делится своими сомнениями. На этом мы их и выявляем. Но используйте фразу. Мне кажется, что вам что-то мешает принять решение. Задавайте открыто эти вопросы. Это на самом деле очень важно. Или, пожалуйста, будьте со мной откровенны. Почему вы сомневаетесь? Если вы открыто зададите этот вопрос, у человека не будет возможности вам не ответить. Или вас что-то не устраивает, что вам показалось непонятным. Внимательно слушайте человека. Не перебивайте. И используйте круг согласия. Согласитесь и опровергните. Знаете, есть такое. Я тоже думала так вначале. То есть вы, да, я с вами согласен. Вы считаете, что у вас вот это вот. Я с вами согласен. Я тоже так раньше думала. Но вы знаете, после того, как мне вот сказали вот это, вот это, вот это. После того, как я увидел. После того, как я познакомился. После того, как я поехал. После того, как я попробовал. У меня поменялось мнение. Наверное, все-таки нужно попробовать после этого принимать решение. Я понимаю, почему вы так считаете. Многие, у многих тоже были такие сомнения. И вы начинаете рассказывать истории. Научитесь использовать вот это правило. Чувствую, понял, нашел. Например, я представляю, как ты к этому относишься. Я относился к этому так же, как и ты. А теперь разреши мне рассказать, как я это понял в результате. Понимаете, когда вы открыто разговариваете с человеком, очень, очень четко, не навязываясь, не пытаясь. Мы рука дающая, мы не рука просящая. Да? Поэтому ваша задача – легко это сделать бизнес. Мы сегодня будем еще об этом говорить. Но легко. Потому что самая главная задача – это действовать. И ключевое слово – каждый день. И вот когда у вас уже набьется рука, вы будете настолько профессионально и легко делать. И каждый отказ – это будет для вас опыт, но явно не какой-то негатив. Если это будет возникать. На самом деле, вот сколько мы работаем в интернете, отказов намного меньше, чем мы работаем, когда на земле. То есть здесь тоже есть вот человеческий фактор. Какие примеры возражений существуют? У меня нет денег. Ну, друзья мои, очень многие от в ответ отвечают – ну и не будет. Ну, самый простой ответ и не будет. Ну, вы этим самым, в принципе, можете обидеть человека, да? То есть вы должны точно так же рассказать историю, как вы тоже приняли решение. Вам тоже это было нелегко в тот момент. Но когда вы поняли, что за эти деньги вы получаете продукт, обнагрузку вам компания дает инструмент, я очень часто привожу пример франшизы. Потому что на самом деле, это, наверное, самый такой простой инструмент, простой пример, который можно привести. Сегодня зайдите в интернет и посмотрите ради интереса к будущей встрече, какова стоимость франшиз. Франшизы разные бывают. От Макдональдса и заканчивая какой-то сетью кафе по стране, к примеру, да? Ну, посмотрите стоимость. Посмотрите стоимость роялти. Посмотрите, сколько это все стоит. И приведите пример, что вам дают фактически франшизу, готовый бизнес-франшиз с инструментом, с обучением. Вам нужно только прийти и сделать. Логистика, все налажено. Ничего делать не нужно. Не нужно нанимать работников, бухгалтеров. Этого ничего не надо. Просто за этот продукт вы получаете за 25 условных единиц готовый бизнес под ключ. Продукт вы выбираете на ту сумму, которая вам комфортна, в зависимости от вашей семьи. Если вам нужно там три коробочки, вам лично попробовать, ну, берите нам пакет 200. Если вы смотрите на всю свою семью, потому что, понятное дело, что вы не будете регистрировать каждого члена семьи прямо сейчас, да, то, естественно, мы будем кормить всех. Берете на семью, то вы берете бизнес-пакет, получаете для всей семьи, делаете бизнес по-серьезному. Вот это, примерно, объяснение, да? Какое там было возражение, у меня это проскочило. У меня нет времени, да? Тоже можно ответить, да, что бизнес очень гибкий, и на самом деле никто от вас не требует посвящать этому очень много времени. Обратите внимание, я очень часто вижу, у нас в команде есть мамочки с тремя-четырьмя детьми, есть женщина-бизнес-вумен, которая занимается бизнесом, там, или какие-то госслужащие, да? У них тоже нет времени, но по системе это все очень просто. Мы сделали то, что я вам с самого начала говорила, есть все тренинги записаны. Давайте своим новичкам пусть слушают и делают, потому что назначить несколько встреч и провести, мы каждый день общаемся по телефону. Зачастую 99% времени уходит зря, мы их просто тратим. Это время мы тратим на то, чтобы обсудить сплетни, последние новости и так далее, поухать-пахать. Если из этого времени 50% вы заберете, используете для проведения каких-то серьезных встреч, то ваш бизнес, ваши разговоры будут приносить вам деньги. И это нужно понять, нужно просто человеку объяснить, что мы тебя не устраиваем на работу, где-то будешь 8 часов в день и в 9-10 ходить от звонка. И нельзя взять телефон, и нельзя поговорить. Сейчас я услышала и такие есть виды деятельности, когда хозяин запрещает людям в рабочее время разговаривать по телефону. И такое есть. Поэтому обратите на это внимание. Это всегда можно объяснить. В следующий момент я хочу подумать. Ну, знаете, в этом случае нужно согласиться с человеком, потому что это нормально, когда человек хочет подумать. Но нужно договориться с этим человеком о следующей встрече. То есть да, ты думаешь, но мы с тобой завтра, в такое-то или в такое-то время, да, как я говорю обычно, вам удобно будет сегодня вечером или завтра в первой половине дня. Допустим, сегодня-завтра, в первой, второй половине дня. То есть вы оговариваете встречу с тем самым, чтобы человек думал быстро. То есть он не думал месяц, он не думал год, он не забыл про вас, он понимал, что если он берет тайм-аут для того, чтобы подумать, то он должен думать, реально взвешивать, а не просто забыть об этом, и вы ему будете напоминать через неделю, через две, да. Следующий момент. Я не знаю, где и кому это можно продать. Ну, друзья мои, на самом деле здесь очень простой ответ. С чего вы взяли, что нам нужно что-то продавать? На самом деле суть нашего бизнеса, малки-левел маркетинг, это создание сети потребителей и партнеров по всему миру. Для чего это нужно? Ваша задача найти действительно достаточно 4-5 человек, таких лидеров, знаете, таких энергичных людей, даже, может быть, которые не были никогда лидерами до этого, даже, может быть, они не были в сетевом бизнесе, но люди, у которых есть цели и мечты, и обучить их. Вот в чем задача. Компания нам даже платит лидерский бонус за обучение, да. Так для этого вам нужно найти эти 4-5 человек, то есть вам не нужно ходить и продавать. Очень часто сталкиваюсь с теми людьми, которые... Ой, у меня здесь все так классно в моем бизнесе, мне так классно. Буквально общалась с кем общалась, со Светой общалась вчера, да. Предлагаешь человеку серьезный бизнес, а он в это время говорит, у меня все круто, у меня все круто, а сам ходит с сумками и предлагает шампунь или мыло, да. То есть нужно человеку показать разницу и показать, насколько это просто у нас. Нам не нужно делать сумасшедшие закупки самим лично, да. Да, Света подтверждает. Самим лично. Не нужно этого делать, нужно просто человеку объяснить, что есть система, задача обучить, пригласить, обучить, пригласить, обучить. Самые простые действия каждый день. Вот это очень важно. Следующий момент, тоже такая хитрость, да, но это не хитрость, я думаю, вы все это используете. Это комплименты. Скажите мне, пожалуйста, кто не любит комплиментов? Да любой человек. Поверьте мне, сколько в моей жизни было случаев, когда самые даже злостные начальники на работе, даже самые крымзы-грымзы, как называют женщин начальников в некоторых каких-то там компаниях, становились белыми и пушистыми всего лишь после одного комплимента. Комплименты творят чудеса. Поэтому есть у нас в структуре тоже женщина, ее зовут Люднила, как она делает комплименты. Я иногда сама просто думаю, боже, ну шо, сколько про меня такого наговорили. А на любую встречу начинается комплименты. Ты знаешь, я к тебе обратился, потому что знаю, что ты профессионал. Ой, как ты сегодня супер выглядишь. И вообще ты знаешь, лучше тебя вообще нет. Я не знаю, как это, но знаю, что к тебе обратишься, и однозначно получишь помощь. Понимаете, вы человеку даете возможность почувствовать значимость. Это действительно очень важно для каждого человека. Что бы он ни делал, потому что каждый из нас чем-то профессионал. Что-то умеет хорошо, похвалите его за это. И вот эти комплименты – это тоже маленькая хитрость, фишечка при проведении интервью. Дальше подойдет любое место. Да, для многих место проведения встречи очень важно. Кто-то к этому относится очень серьезно, кто-то не очень серьезно. Но главное, чтобы было комфортно. Я уже не буду на этом останавливаться, потому что сегодня этот бизнес можно делать везде. Если вы едете в троллейбусе, если вы разговариваете по телефону, если вы находитесь в интернете, если вы зашли в поликлинику, если вы стоите в очереди в магазине, пока вы стоите, вас запустят, там всех проверяют температуру, вы в это время уже можете взять контакт с человеком. Если вы больше пяти минут находитесь в контакте с человеком, у вас есть основания с ним заговорить. Об этом у нас есть отдельный тренинг. Пожалуйста, его посмотрите. Золотой список, как мы их составляем. Идем дальше. Следующий момент – работать с вопросами. Вот здесь обратите внимание, конечно, очень классная вещь. В чем она состоит? С помощью вопросов вы не навязываете человеку свою точку зрения, а помогаете ему подойти к решению, сделать выбор. И для того, чтобы это не происходило как допрос, и чтобы не чувствовал себя человек непринужденно. Ну, что-то там решил, не решил, давай, да, давай, сделаем. Вам нужно четко человеку сказать, чтобы предложить вам самый правильный вариант, мне необходимо более глубоко разобраться в вашей ситуации. Можно я задам вам несколько вопросов? И тут, зная человек, уже общаясь, вы задаете вопросы. Вы уже исходя из той информации, которую вы дали, вы задаете вопрос, что еще вам на самом деле понравилось, что ему нужно больше всего. Кто-то вам скажет, блин, да у вас такие круизы, я тоже так хочу. То есть все, вы поняли, что человек отреагировал на круизы. И вы уже ведете, вы говорите, смотри, ты регистрируешься, тебе нужно сделать шаг 2, шаг 1, шаг 2, и ты в круизе. Или, да, там человеку понравился продукт, он говорит, я вообще про такое не слышал, и вы сводите к продукту. Или мне нужно рассчитаться с кредитами, вот здесь на самом деле проблема. Окей, давай мы посчитаем, сколько у тебя выплаты кредитов в месяц, столько-то, сколько у тебя там тебе нужно в месяц для твоей семьи. Давай посчитаем, как выйти на этот доход. То есть вы исходите не из того, что вам надо. Есть такое понимание, когда человек говорит, я рассказал своему другу о нашем продукте, его не заинтересовало. Ну ты рассказал о нашем продукте. А ты думал, о чем человек думал до разговора с тобой? С чем он утром просыпается? С какой проблемой? Выявите эту проблему и именно дайте решение этой проблемы. Второй момент, к примеру, вы понимаете, что целью нашей встречи является коммерческое предложение, которое, возможно, я вам озвучу. Заметьте, прикольная фраза, кстати. Но для того, чтобы понять, насколько я могу быть вам полезен, разрешите задать мне несколько вопросов. Понимаете, вы всегда можете исходить из точки зрения пользы, полезности. В первую очередь думайте о том, что нужно человеку. Забудьте о том, что нужно вам. То, что нужно вам, вы и так знаете. И до этого человека знали, и после него будете знать. А сегодня ваша цель – это новичок, который первый раз слышит об информации. И для того, чтобы оно сработало, вы должны понять, в чем проблема. Я начинала тут точно так же. И мой спонсор, моя Виктория Цирковская из Владивостока, она не могла до меня достучаться. Это была ни одна встреча, ни один разговор. Пока ее спонсор не рассказала историю о своей дочке, у которой за 11 дней пришел целиат. Это была вот та проблема. Это была та моя проблема. На нее и после этого, после этого результата, я начала слушать, что мне говорят. До этого она мимо проскальзывала, понимаете? Поэтому, если вы меня сейчас услышали, поставьте, пожалуйста, пятерочки. Супер. Спасибо. Спасибо, Людмила, Елена, Нику. Следующий момент. Вовлекайте. Есть такая очень классная штука, я ее часто использую. Это удобно делать в офисе, но это очень классно делать даже по телефону. К примеру, вы что-то высчитываете и говорите. Так, ты хочешь узнать, как можно заработать тысячи евро? Слушай, помоги мне, пожалуйста, у меня, я с тобой по телефону говорю, калькуляторы рядом нет. Есть калькулятор? Есть. И начинаете диктовать цифры, чтобы человек умножал. И в результате он сам вовлеченный, он сам считает свое будущее доход. Это как пример, да? Есть очень много различных примеров, когда вы вовлекаете человека в то, что вы рассказываете. И вы это делаете вместе. Это очень круто. Это, знаете, вот это соприкосновение, оно заставляет человека еще больше задуматься. Он каким-то образом уже все это пропускает через себя. А когда он пропускает через себя, в результате он уже заранее согласен с вами. Вот имейте это в виду. Эти фишки можно в разных случаях. Или, к примеру, слушай, я забыла определение биофена. На самом деле, это как крутая штука. Слушай, можешь зайти в интернет? Дай ее на поиск, что такое биофен. Прочитай, пожалуйста, вслух. А то, что у меня там, ну, антигипоксант, антиоксидант. Вот там есть такая фишка у него классная, что-то с куэнзином Ту-10. Я не помню. А ну-ка загляни, пожалуйста. Понимаете? Вот они, якоречки маленькие такие, но очень важные. Использовать наглядные материалы. Да, здесь, когда мы встречаемся, мы говорим о том, что мы открываем каталог, человек видит. Это тоже очень важно. Эти инструменты, они на самом деле показывают не только серьезность компании. Они показывают еще и визуальный контакт. Вы знаете, когда вы... Что важно для человека, чтобы принять решение? Попробовать, услышать, увидеть, понюхать. Там, не знаю, да? То есть вот такие моменты. Но здесь вы можете использовать еще и видео, да? То есть если вы при встрече это не можете сделать, то это вы можете отправить человеку. Очень важно. Ну и, конечно, самый главный момент, о котором мы с вами уже говорили, это улыбка. Я всегда говорю всем, я говорю, что бы ни случилось, даже если вы проводите вебинар или встречу, где-то споткнулись, где-то что-то... Улыбнитесь. Улыбка, она рушит стену. Улыбка на протяжении всей встречи, вот эта дружелюбная улыбка, она снимает напряжение, она притягивает внимание людей. Без улыбки просто никак, понимаете? Любой человек, который даже по характеру, он... Вот попробуйте улыбнуться, вы в большинстве случаев увидите улыбку в ответ. Это важно, и это тоже один из инструментов. И еще пару моментов, которые тоже важны, это имя человека. Боже, ну вот это вообще, это, наверное, самое, что ни на есть. Скажите мне, пожалуйста, что есть слаще для человека, чем услышать свое имя? Как бы человек ни говорил, что ему не нужны признания, ему все это неинтересно, но стоит вам зайти на какой-нибудь канал в Ютубе или новости по телевизору. У телевизора уже два года не смотрю, но как бы, как пример, да? Представьте себе, что вы услышали там свое имя. Да вы что? Вы понимаете, насколько это важно? Это ласкает слух. Поэтому точно так же, как я вам говорила насчет блокнотика, я записываю моменты, я записываю имя человека, о котором буду говорить. И это очень важно, потому что человек, когда вы обращаетесь к нему по имени, это персонализирует, это дает важность, он понимает, что вы важны, вернее, он важен для вас. Отметьте, пожалуйста, потому что если вы несколько раз на протяжении встречи будете произносить имя человека, вы никогда не потеряете его внимание. Важно. Дальше, резюме. Ну, это уже как вывод, да? Всегда делайте анализ, потому что бывает такое, что где-то сделали ошибку, где-то чего-то недопоняли. Всякое может быть. Но очень важно, чтобы вы анализировали вместе со своим новичком, который пригласил гостя. Вместе, если где-то была ошибка, что-то нужно в следующий раз по-другому сказать. Очень важно, вы это сделали вместе, в следующий раз вы просто этого не повторите. Это поможет научиться более эффективно проводить ваши встречи. Вот эти маленькие детали, они важны. Если бы каждый из вас эти детали, эти моменты применял и проводил встречи каждый день, вы не представляете, каких высот вы бы достигли. Я вас очень прошу внимательно переслушать. Я надеюсь, что будет запись, вы послушаете и дальнейшем давать своим новичкам. Не каждый раз мы можем лично передать каждому новому человеку всю информацию, все детали. Здесь собрано, укропненно самые фишечки, которые можно использовать. Используйте их, и тогда вы реально будете невероятно успешными людьми. Ну и, конечно, самое главное, самое главное, что нужно делать, это действовать. Потому что мы можем много учиться, но если мы сегодня не начнем применять то, чем мы научились, то это все останется на бумаге или в записи в интернете. Поэтому наше время это здесь и сейчас. прошлое нам уже не вернуть, будущее мы, к сожалению, или к счастью, не знаем. Но у нас есть сегодня, у нас есть каждая минута, которая важна. Сегодня я час этого времени, своего личного времени потратила на то, чтобы дать вам информацию, которая поможет вам стать успешными. И я очень надеюсь, что эту частичку мою вы донесете дальше до каждого вашего новичка, и он сможет изменить еще чью-то жизнь. Поэтому действуйте, но ключевое слово в каждом действуйте. Это каждый день. Если вы будете делать это каждый день, вы будете действительно успешными людьми. Подправьте эти 10 часов своего времени за два года и добейтесь того, чего другие не могли добиться. Будьте результатом, будьте примером. Делайте это для себя лично, для своей семьи, для себя любимого в первую очередь. И тогда, конечно, у вас все получится. И что еще хочу добавить, не забудьте, пожалуйста, что до 21 числа у нас очень много промоушен. Используйте это благодатное время сейчас для того, чтобы самому поднять статус, если кто-то еще не успел, для того, чтобы помочь своим людям легко стартануть, то есть построить структуру, для того, чтобы именно в этот период до 21 числа каждый из вас поставьте себе цель заработать по минимуму 4 вида бонусов, то есть пригласить человека заработать стартовый, чтобы у вас закрылся групповой по структуре, чтобы у вас получен был лидерский бонус, то есть кто-то у вас внизу заработал групповой, да, чтобы у вас был структурный, потому что на вторичные закупки тоже потрясающий бонус, еще и марафон призов. И когда вы почувствуете, чтобы и ваши люди в команде в результате за неделю зарабатывают не один бонус, а 4, а то и 5 возвратный бонус, у нас еще есть, вот тогда вы будете считать, что у вас команда работает по системе, двигайтесь дальше. И я вас очень люблю, желаю вам успехов, хороших выходных, с наступающей Пасхой, будьте добрее, будьте искренни, и несите эту информацию в люди с открытым сердцем. Я вас люблю, приятных вам праздников, добры и тепла в вашей семье. Добра, любви и счастья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok